По случаю старта Дней памяти Петра Бажанова сегодня в Сочи состоялась пресс-конференция. В ходе мероприятия вспоминали заслуги Петра Игнатьевича. Бажанов руководил Сочи в 60-е и 70-е годы. Именно в это время на курорте были построены знаковые для города объекты. Центральный стадион, цирк, гостиница «Жемчужина», пансиан от Светлана и многие другие. Именно он начал программу переселения жителей в современные дома. Это он предложил развивать Красную Поляну. Немало Бажанов сделал и для укрепления международных связей. Особое отношение было и к культуре. Наряду с тем, что это был совершенно талантливейший инженер, изобретатель, тот, который модернизировал нашу техническую, технологическую инфраструктуру города. Все школы дополнительного образования, которые сейчас в городе существуют, их 13, они все создавались в эпоху деятельности Петра Игнатьевича Бажанова. Бажанов был уверен, без культуры любого рода достижения просто невозможны. И даже был председателем жюри международного песенного фестиваля «Красная гвоздика». В те времена Сочи – центр проведения различных конкурсов и фестивалей, всесоюзных и международных. Но уже тогда на всю страну были известны городские праздники песни про образ современной битвы хоро. В те годы художественная самодеятельность курорта процветала. Это кадры из фильма, известного в Сочи журналиста, редактора спецпроектов телекомпании ФКТ Людмилы Ищенко. Ее документальный фильм – это подробный рассказ о судьбе и заслугах бывшего градоначальника. Петр Иважанов учредил звание почетный гражданин города, но сам почетным гражданином не стал. А ведь он мог это сделать своей властью, но он этого не сделал. И, знаете, я очень горжусь, что наш канал, канал НКТ, на котором я работаю, был первый, который приступил к созданию фильма о Петре Иважанове. И еще больше горжусь тем, что мне выпала честь быть автором этой работы. Сама же Людмила Ищенко – лауреат премии Петра Иважанова за поддержку культурных инициатив. Ее учредили несколько лет назад, к столетию бывшего главы города. В ее рамках отмечают тех, кто вносит вклад в развитие культуры курорта. Вспоминать Петра Иважанова в Сочи будут завтра целым рядом мероприятий. Это и возложение цветов к мемориальной доске, установленной на доме, где жил экс-глава курорта, и на месте его захоронения, а также открытие музейной экспозиции и концерты в память о заслугах Петра Игнатьевича.